приветствую всех сегодня мы проведем занятие которое у нас пропустилась это занятие по программе solitech на следующем же занятии мы закончим все таки альфа к соли тэдж туди драфтинг присутствует у нас да еще в курсе здесь необходимо разобраться со слоями а также с такими же параметрическими построениями прошлом занятия немного поработали в 3d запись занятий сегодня будет вчерашние сегодняшняя можно будет и повторить программа которая сегодня будет использоваться достаточно легкая можно установить установить его можно на сайте с solid edge чне на сайте siemens перейдя по ссылке ссылкой он сейчас предоставлю то есть для того чтобы вы смогли установить ее это кстати не то ссылка минутку называется программа solitech 2d драфтинг акцептуя solid edge 2d драфтинг ст 10 может быть solitech 2d 3d раньше была программка отдельно на 2d сейчас ее видимо поместили вместе окей тут есть программа вот он solitech 2d драфтинг видимо из меня изменена ссылка нет то же самое окей ссылка я вам сейчас скидываю вы можете установить данную программу можно ее потом удалить и установить 3d версию то есть 3d версии находится тут же для студентов такие версии не ограниченное временем называется solitech for students и можно устанавливать такие 3d версия и работать если не что вы не сможете например экспортировать какие-то форматы которые бы поддерживали стандартными комп системами чтобы не использовали эту программу для производства собственно что касается данной программы которые он скинул в чате можно установить ее перейдя по ссылке и введя определенные данные то есть тут нужно ввести страна имя фамилия email название компании там где вероятно что что там не обязательно то есть смотрите на реке то есть те поля формы которые являются обязательными для ввода если что можно например ввести sincisco компанию и указать наш это неважно city город state postal code и какой-то вопрос вот вот cut software do you currently use то есть какое право на обеспечение cut данный момент вы используете можно указать там i don't currently use cut software либо 2d cut only 3d cut он неважно если не хотите чтобы устанавливался разный спам не вы ставите галочку и здесь ставите две галочки первое то i have written agree and the user and user лицесс то есть эула лицензия конечного пользователя и экспорт agreement так как эта программа не не создана не используется в той стране в которой она произведена вот после чего нажимать on the robot и download ссылка начинает право начинает скачиваться и ее нужно установить и так что это за программа такая по плану она у нас идет как 304 мы и в принципе должны были пройти сразу после шапка ма но так получилось что мы пришли сразу к другой программе сегодня к такой более элементарной программы мы вернемся то есть перейдем к ней и опять же вы сможете ее установить и поработать с ней немножко и так стандартно после того как вы ее установили то есть после установки у вас есть возможность выбрать главный шаблон стандарт templates templates это те шаблоны которые предусмотрены в этой программе тут можно выбрать например работу в метрической форме ansi din и skd то есть din это стандарт немецкий да great britain американцы great britain стандарт да uk и skd русский стандарт единая с стандарт конструкции документации iso международный стандарт и так далее можно работать просто метрик это в принципе не столь важно сейчас подтверждаете данный шаблон и заходите в программу прямо выглядит вот так то есть по умолчанию она использует вот такой шаблон для последующего изменения и печати прямо данного чертежа то есть такой конструкторской документации будем работать не в этом формате не формате щит а формате листа модели 2d поэтому здесь можно нажать правой клавиши мыши на щит и выбрать 2d модель щит это лист 2d модель 2d модель появляется как раз вот таком дереве и так немножко про данную программу значит данная программа является продуктом siemens на это solid edge которая поставляется формате 2d и 3d а также имеет разные разновидности для данной программы мы рассмотрим некоторые форматы параметрического построения также специальные таблицы где можно вводить параметрические размеры и также указывать либо создавать отдельное отдельной геометрии в разных слоях для последующей обработки в системе кам в данном случае прямо альфа кам то есть мы сможем экспортировать это формате dxf например но в таком формате чтобы у нас были отдельные отдельные геометрии в отдельных слоях для того чтобы использовать автоматизацию в среде кам в этом дереве построения у нас есть режимы первый режим это лэрс слои трижем это группы третий режим это библиотека он нам как бы мало поможет то есть это наши файлы которым будем работать стандартно группы это если мы группируем какие-то геометрии две в одном например у нас есть первая геометрия вторая геометрия мы можем его мы можем их сгруппировать задать какое-то название группы и теперь эта геометрия входит и это геометрия входит в одну группу мы можем эту группу скрывать мы можем эту группу показывать мы можем эту группу изменять удалять можем производить какие-то перемещения совместно со всеми геометрами из этой группы. То есть, например, могу выделить одну из этих геометрий и выполнить перемещение, трансформацию, move, например, перемещение. В данном случае вы видите, что происходит перемещение сразу двух объектов. То есть, выделяя, либо наводя на один элемент, выделяется второй. Это процесс как бы группировки. Мы можем выделить эти элементы, то есть, либо один элемент и сделать ungroup. То есть, убрать эту группу. Вы видите, что группа исчезла из 2D модели. И эти элементы теперь являются отдельными. При создании специальной геометрии, например, построения прямоугольника, видно дополнительные такие точки, линии. То есть, они обозначают опорные точки, соединительные этих отдельных четырех примитивов в виде линии, которые составляют теперь отдельный прямоугольник. То есть, как отдельный элемент специальной геометрии. Либо вот такие определители, которые показывают, что эти линии равны. У них одинаковая длина. И они являются горизонтально вертикально. То есть, между ними, у них есть определенные взаимосвязи. И слои. В слоях мы можем создавать новые слои, просматривать текущие слои, скрывать слои, перемещать слои, удалять слои. Что это значит? Например, можно использовать параметрическое построение либо простое построение, в котором отдельной геометрии либо отдельной линии геометрии заключаются в разные слои. То есть, находятся в разных слоях. Мы немножко рассматривали это, например, и альфа-каба. То есть, например, я могу выделить, создать прямоугольник по двум точкам и начертить его, и он будет входить в слой дефолт, в слой по умолчанию. Но при этом я могу выделить каждый из элементов этой геометрии либо сделать новый активный слой, эту геометрию выбрать и удалить, создать новый активный слой, точнее создать слой и сделать его активным и назвать его rectangle, например. То есть, пусть будут прямоугольники. И так как этот слой является новым, он является активным. То есть, он последний созданный. При этом, чтобы работать в другом слое, и чтобы при создании новой геометрии она записывалась именно в этот слой, например, дефолт, достаточно нажать правую клавишу мыши, вызвать такое контекстное меню и выбрать, что необходимо с этим слоем сделать. То есть, мы можем этот слой создать, делать активным. Мы можем его показать, скрыть, показать только его, показать все, скрыть все, сделать его non-locate table, то есть неперемещаемый, make-locate table, то есть перемещаемый, если мы хотим разблокировать его, невозможность перемещения, то есть сдвигая его, а также других трансформаций, удаление, переименование слоя и свойства слоя. Например, rectangle, сделаем его активным, и теперь я сделаю пострадание прямоугольника вот здесь, и он будет в слое rectangle. Если я переключаюсь на дефолт, и, например, сделаю показать только его, то rectangle пропал. Теперь я могу показать его так же, он появился. Я могу показать и этот слой, я могу скрыть все слои, я могу показать все слои, то есть отдельно указывать и использовать то, что мне нужно. Возникает вопрос, зачем это нужно? Какой смысл в слоях тогда? При рассматривании такой программы, как Alphacom, вы помните, что есть возможность создания предварительных операций и сохранения их в отдельной стиле, то есть которые будут использоваться для показания типа обработки либо стратегии обработки, применимой к какой-то геометрии. Но при этом этой геометрии может быть много, и она может быть создана параметрически в каких-то других программах, ну, например, в Solitech. И эти параметрические геометрии для удобства можно создавать в разных слоях, для того, чтобы программа сама определяла, что вот эту геометрию, все геометрии в этом слое необходимо обработать именно так, таким-то стилем, а в этом слое необходимо обработать таким-то стилем. То есть если мы говорили, что вот эту геометрию обработай так, вот эту обработай так, то сейчас мы можем сказать, вот все, что есть в этом слое, а это может быть десятки геометрии, обработай именно так. То есть мы еще больше автоматизируем наш процесс. Например, есть прямоугольник, что мы можем с ним делать? Во-первых, давайте сделаем немножко параметризации для того, чтобы было понятно, как это работает. Я сделаю его активным, главным, он в нем находится. При необходимости чего-то изменения я могу нажать на правой клавиши мыши, выбрать property, свойства, изменить слой, чтобы он был применим к другому слою. В данный момент я определяю не работу с прямоугольником, а конкретным примитивом. То есть я могу показать информацию, изменить соответствие этой линии какому-то слою, отдельной линии. Но при этом я построил это как прямоугольник. Что, если мне необходимо параметризацию произвести? Есть такое понятие, как переменная. В некоторых программах это называется параметры. Ну, например, если вы помните, в программе AlphaCam это называлось параметры. В SharpCam такого нет. Советворк использует такой лист Excel, в принципе. Здесь используется примерно то же самое. То есть, например, я могу указать быстрый размер такой, баумный размер, ширины этой линии и указать размер 100. Все. Кроме того, что параметрически, что этот размер не является просто информационным, так как он меняет ширину этой линии, либо длину этой линии, то параллельно с этим происходит создание нового параметра в таблице параметров. Вы видите, что параметр номер v673, v от слова variable, переменная, имеет такое значение, как 100. Есть также такое понятие, как формула, которая может быть применима к... То есть, AlphaCam, например, это называется equation. Тут это формула. То есть, мы можем работать с разными переменами, указывать конкретные размеры, можем использовать формулу. В формулах могут использоваться какие-то функции, а также могут использоваться значения этих переменок. Для удобства можно сделать, например, такую переменную, как length. То есть, сделать пользовательское имя и указать, что его значение будет 100. Теперь изменять значение это можно параметрически, то есть, путем нажатия один раз на этот размер, в случае необходимости изменения, например, на 120. А можно изменять это в таблице. То есть, я захожу в таблицу и изменяю, например, на 110. И все перестраивается. В чем смысл автоматизации? Пока ни в чем. Потому что мы можем и без таблицы это изменять. Предположим, я изменяю еще какие-то размеры. Для того, чтобы эти размеры появились в таблице, мне нужно их ввести физически. Я ввожу нужный размер. Для красоты я указываю, что это ширина, то есть, определяю какое-то значение перемены для удобства. И она же у меня не является еще формулой. Теперь сделаем какие-то другие вещи. Например, пусть будет еще один прямоугольник внутри, вот такой. И укажем некоторое значение. Например, расстояние. Расстояние от этой линии до этой линии составляет 16.27. Пусть будет не 16.27, пока 15. Вот он. И пусть будет это значение, будет являться параметром offset. Переменной offset. И эти 15 миллиметров можно использовать не только с этой стороны, например, со всех сторон. Сейчас же, если я изменю значение на 11, то у меня только произойдет сдвиг здесь. То есть, фактически, у меня изменяется ширина моего прямоугольника внутреннего. А мне нужно сделать такой параметр, например, для того, чтобы при изменении 11 у меня со всех сторон относительно внешнего контура вот этих геометрий произошел сдвиг до внутреннего контура. То есть, чтобы он увеличивался, либо уменьшался симметрично. Чтобы расстояние от внутреннего до внешнего прямоугольника было 11 со всех сторон. Для этого вам нужно просто больше взаимосвязи. Я могу указать еще, например, что расстояние отсюда сюда будет 12.75, да? А мне нужно 11. Но при этом я могу указывать отдельно, то есть управлять этим значением отдельно. А могу указать, что пусть будет вот это значение, которое 12.175, пусть он возьмет его из оффсета. Пусть он возьмет его из оффсета. Понятно, да? Получается, в данном случае этот размер уже не является ведущим. То есть, он уже ведомый, он уже берет от другого значения параметра. При изменении этого оффсета, например, на 10, у меня перестраивается уже и это, и это значение. А это неизменное. Также я могу определять и другие. Пусть будет здесь 18.102, но я пишу, что пусть берет его из оффсета. Если он будет брать его из оффсе, да, например, то мы получим ошибку. unknown variable name оффсе. То есть, неизвестное имя переменной. Переменная называется конкретно оффсет. Поэтому отсюда он берется. Мы видим, что значение у самой переменной является подсвечено как бы серым цветом, выделено серым цветом. Говорит о том, что его правило, это формула, которая использует просто конкретное значение. Это оффсет. К этим правилам мы можем прибавлять разные действия. Например, мы можем сделать оффсет плюс 2. Именно здесь. Либо оффсет плюс какая-то другая переменная. Мы можем вводить переменную, например, там переменная топ 1, не обозначая ее на чертеже. Например, пусть переменная топ 1, это будет 10. И теперь я, либо, например, вот оффс, это как бы мой оффсет. Теперь я укажу, что пусть будет оффсет, это оффс. И тогда, только не здесь, а здесь. И тогда у меня будет вот эта главная переменная оффс, которая будет иметь значение 10. Теперь оффсет будет зависеть от оффс, а вот эти значения будут иметь, зависеть от значения оффсет, которые и есть оффс. Ну, то есть в этом нет логики, да, потому что я добавил ненужную переменную, но сам факт, что так можно. То есть может быть много разных переменок, которые реально используются просто в служебных целях. Удаляю то, что не нужно. Удаляю эту переменную оффсет. Здесь вместо оффсета я пишу ничего, да, это появляется 10, ну и все, собственно. И тут пишу, что нужно тоже брать его из оффсета. Посмотрим, что получилось. Вместо 10 напишем 15. Везде получилось 15. Окей. Нужно ли использовать такие автоматизации, которые делают оффсет? Ну, в данном случае это не очень сложное построение, да, мы можем быстренько оснулять, все построить за минутку, но опять же все зависит от того, насколько больше вы таких взаимосвязей будете делать. Не помню, есть ли. Сейчас посмотрю. Нету. Окей. Есть ли тут такой, такой-такой файл. Совершенно нет. Окей. Ну ладно. Возможно на следующее занятие, если я найду его, я просто его открою, посмотреть. Вот. Или просто посмотрите по Solid Edge предыдущее занятие, так вкратце, одним глазом. И там используется иногда, ну то есть в том году точно я использовал такие файлы, в которых есть очень много переменных, то есть очень много взаимосвязей. С радиусами, со скруглениями, с большим количеством операций. Сейчас я просто не нахожу этих файлов, но можно их найти. Окей. То же самое касается там углов, например, то есть угловых размеров, расстояние от до, ну например, я возьму еще 4 окружности, также их как-то привяжу. Пусть будет следующий параметр. Значит, диаметр. Диаметр будет везде один и тот же. Пусть будет диаметр 8, например. Либо пусть будет диаметр 8, это offset разделить на 2, положим. Я скопирую отсюда информацию offset и разделю на 2. То есть диаметр будет 7,5. Также я вставлю информацию здесь. А теперь везде исправлю. То есть установлю формулу, да, и правило rule будет формула для этих значений. То есть везде они будут 7,5. Окей. Попробуем как-то это отцентровать. Ну, например, от центра до левой стороны также будет offset разделить на 2, то есть половину. Offset разделить на 2. И я скопировал. Сейчас, минутку. Вот так. И скопирую. Это offset разделить на 2. То же самое здесь. Выделю smart dimension. От до. Какие-то вопросы, если возникают, пожалуйста, задавайте их. Я думаю, что это не сложно, да. Но потренироваться желательно. Каждый из вас может установить эту программу. Но единственное, что там, кто занимается со смартфона либо что-то такое, конечно, это будет сложно. Окей. 7,5. Тут почему-то закрылось. Можно попробовать удалить этот размер. Сделать заново. Я выйду из этого. Так, закрою эту табличку. Удалю его. Не знаю, почему так, но бывает. Сохраню этот файл. Например, пусть будет draft one. Окей. All right. Перезапишу. И еще раз открою таблицу и запишу. Home. И размер. Ага. Ну, понятно. Желательно как бы от линии до центра. Просто привязка не та была. Ага. Все равно не работает. Ну, надо подумать, почему. Потому что между ними уже есть здесь взаимосвязь горизонтальность и вертикальность. И этот размер, видимо, является переопределенным. Поэтому так выходит. Но можно потренироваться. То же самое здесь. Еще нужно вот так указать. То есть отсюда сюда до центра окружности. Тут тоже должно быть не offset. Точнее, не этот размер и этот размер. Да. Либо можем ввести какой-то другой размер и так далее. Да. Ну, готово. При изменении этого размера, то есть offset, который тут у нас есть 15, мы можем уже много чего изменять. То есть, видите, уже автомата много чего меняется. Некоторые размеры еще у нас не определены. Вот этот, например, отсюда сюда. Тоже можно их добавить. Здесь будет offset разделить на 2. И здесь также у нас произошла такая взаимосвязь автоматически при построении. То есть, есть такой relationship, поэтому так вышло. Окей. Ну, теперь попробую изменить полностью. Например, 110. 240 на 120. 16, да, предположим. При необходимости мы можем добавлять большое количество таких взаимосвязей, использовать и указывать для них разные типы, разные размерности, да, разные типы размеров и изменять их в этих формулах. Окей. При этом обратите внимание, что все, что я построил, оно входит в RubyRectangle, что не совсем правильно. Если мы зайдем сейчас. Так, первый у нас Rectangle. Можно показать только его. Я покажу только его. Соответственно, у нас в нем все. Создам дополнительно вот такой слой inside. И запишу линии, то есть запишу эти четыре линии в него. Можно было, точнее, нужно было это делать не так, а сначала создать все необходимые слои. Я просто немножко забыл об этом. И потом в них помещать новое, то есть сделать уже построение, в котором оно будет уже находиться. Вот. Но это не столь, видите, не очень сложно. То есть отдельно я указываю, что эти четыре линии будут находиться там. Теперь, например, показать только inside. То есть мы видим, что прямоугольник находится именно здесь. Показать только Rectangle. Либо показать все. Либо сделаем show. Показать все на layers. Показать все слои. Окружности. Делаю отдельный слой, который будет называться circles. И туда вставлю эти четыре окружности. Потом попробуем сохранить этот файл. И посмотрим после изменения, как он переходит в программе CAM. Также выделяю отдельно, устанавливаю, что это будет находиться в окружностях. Это будет находиться тоже в окружностях. То есть это такие пользовательские слои, которые на самом деле находятся на одном и том же уровне по Z. Но мы можем управлять ими, переопределять, какие геометрии в каких слоях будут находиться для удобства и не только. Также можно было сделать следующее. То есть можно сделать такой слой, например, как Dim Dimension. И при создании какого-то размера, например, мне нужен был размер 208. Видите, он сейчас как бы не будет контролируемый, потому что мы уже этот размер получаем из других значений. Но тем не менее он будет записан именно в этом Dim. И если когда они нам не нужны, мы можем, например, его скрыть. То есть этот размер скрыть. Единственное, что невозможно скрыть тот слой, который является активным. Поэтому можно, например, переключить на какой-то другой и здесь сделать height. Видите, и этот размер скрылся. Получается, что если заранее мы делаем правильное построение, нас интересует такая параметризация, то я могу отдельно создать и слои, которые мне необходимы. Один, например, для внутренних обработок, один для внешних обработок, один для обработки кармана, один для обработки окружности и один для размеров. Когда я буду подходить к размерам, для того, чтобы записывать их в параметры, то я просто активирую главный размер, главный слой, активирую, например, Dimension, размеры. И все размеры будут находиться здесь. Как это будет удобно потом? То есть будет удобно потом, что я зайду в переменные, просто буду изменять вот эти главные контролирующие значения моих переменных, а размеров этих не будет, потому что я их все скрою. Я сделаю height, видите, как сейчас, и скрою все размеры, которые мне не нужны. Зайду опять в параметры и изменю значения. Пусть будет значение не 240, а там 180, например, на... 180 на 70 и здесь на 14. Вот я произвел такое изменение параметрическое геометрии. То есть, да, это можно нарисовать, но уже не так быстро, да, потому что надо один прямоугольник, второе, окружности, они должны быть в конкретном месте, конкретного диаметра. А если мы еще сделаем скругление, если мы сделаем сплайны, если мы сделаем какие-то отдельные расстояния шаблонного типа, то, конечно же, мы можем изменять либо несколько компонентов, то есть сборки, но в формате 2D, в 3D так же самое, это работает, мы можем сделать параметрические программы в 3D, то такое изменение размера, такое создание новой геометрии создается как бы за 10 секунд, которое никогда, ни в каком случае вы не сможете построить и за 5 минут, предположим, то есть на это нужно больше времени, поэтому в данном случае экономится уже огромное количество времени. Но это не все. Смотрим дальше. То есть я создал только геометрию. Теперь эту геометрию мне необходимо как-то экспортировать. Я сохраняю ее, например, в формате DXF. School.pl. Окей. Draft 1. Сохраняю. Save. Сохранил. Сохранил. Перезаписал. Ну и теперь я открою программу SharpCam. Окей. Открываю программу SharpCam. AlphaCam. SharpCam мы уже не будем трогать. Открываю программу SharpCam для того, чтобы экспортировать данный файл. Итак, файл inputCAD. Пригласить CAD. На прошлом занятии, вчера в данном случае мы работали с форматом EdgeCAD PartModeler, а сегодня SolidEdge, но в формате DXF. Итак, файл.